У вас проявились новые вопросы, а у нас есть на них ответы. Начало рубрики. Прошлые вопросы-ответы зашли очень хорошо. Мы видим, что вы заинтересовались, очень хорошо смотрите, задаете вопросы. Задаете вопросы уже и в других темах, и мы сейчас будем на них отвечать. Здравствуйте, это Леонид Пащенко и канал NT Review. Спасибо, что подписываетесь на наши площадки в Дзен, Телеграме, ВКонтакте. Видно, что аудитория растет. Они дополняют видеоконтент, а в новостях и вовсе оперативнее. Ссылки внизу в описании. А теперь к вопросам. Первый вопрос. Здравствуйте, подскажите, какую акустику рассмотреть к усилителю Rotel RA6000, комната 18 квадратных метров. Здравствуйте. Насколько я понимаю, вам интересно узнать мнение, полученное на практике, а не просто сопоставление характеристик по бумажке. Ну, так вот, мы у себя в демоофисе и на стенде недавней выставки подключали к Rotel RA6000 полочные колонки Barsen Wilkins 705 S3 и напольные 703 S3. Вот они гарантированно очень хорошо сочетаются и для 18 квадратов в самый раз. Но тут надо акустические кабели подобрать. Колонки-усилитель сами по себе яркие, поэтому лично мне тут модели от Transparent с их фирменным встроенным фильтром высоких частот нравятся. Что еще запомнилось? Полочные колонки Dino Audio Special Forte очень душевно зашли, но звук другой, более плавно, прямо льется. Серию Evoque тоже можно посмотреть. А в целом стоит исходить из того, что RA6000 выдает очень прозрачную атмосферную подачу, тогда как близкие по параметрам MiG X3 заметно плотнее и напористее. Ну, вот так. Следующий вопрос. Дайте совет. У меня усилитель Tone Winner AD 66D. О колонке совсем недавно купил Mishon QX5 MK2. Есть ощущение, что хочется усилитель получше, помощнее, на что стоит обратить внимание. Какой усилитель даст ощутимое улучшение по звуку? Смотрю в основном кино и слушаю музыку через Bluetooth или TV. А, TV-приставку. Dune HD. Что касается мощности, то для Mishon QX5 у модели Tone Winner AD 66D мощности вполне достаточно. И запас потоку приличный. Я же сам предпочитаю слушать акустику от Mishon с усилителями AudioLab. И причина очень простая. Эти бренды находятся в одном концерне IG Group. А основатели AudioLab, Philips Swift и Derek Scotland, вообще в начале 80-х начинали работать как раз в Mishon. Так что внутри концерна часто тестируют эти марки друг с другом. И звук порой лучше, чем с более дорогими сторонними компонентами. Можете попробовать усилитель AudioLab 7000A. У него мощность сопоставима, а обработка цифр явно получше будет. Там и ЦАП более навороченный, можно менять подачу с помощью цифровых фильтров. У нас даже ролик про это есть, советую посмотреть. И сразу скажу, что концерн IG формально китайский, но звук у обеих марок подчеркнуто британский. Колонки до сих пор известный британец Питер Кома разрабатывает. Еще один вопрос. Фонокорректор у Omni нормальный? Ну тут и идет речь о AudioLab Omni. Понятие нормальный тут, конечно, относительно. Кого-то и за полмиллиона фонокорректор не устроит. Но мы с коллегой несколько месяцев назад специально устроили большой тест AudioLab Omni с проигрывателями винила, акустикой, чуть выше классом, чем Omnia. Но с таким небольшим запасом. И я ответственно могу сказать, что для устройства все в одно, фонокорректор тут очень хороший. Вот не просто какой-то блок запихнули, чтобы был, а серьезно поработали над конструкцией и настройками. Сопоставимые по классу проигрыватели можете смело подключать звук на очень хорошем уровне. Вот еще такой вопрос. К зрителю едут колонки Дали Аптикона 6МК2. И ему к нему нужен аппарат, чтобы был усилителем, стримером, проигрыванием интернет-радио, чтобы его можно было подключить к сабвуферу, к телевизору. И бюджет был до 3000 долларов. Ну вот только что мы специально, буквально только что протестировали новый стример ЦАП-усилитель от RATEL RAS5000. И вот там, как по заказу, вам и HDMI-вход есть для телевизоров, и другие цифровые и аналоговые разъемы. При-аут, выход на сабвуфер, интернет-радио, есть RUN Ready, Airplay 2, Chromecast. Вот все, как вы описали. Что касается вашей акустики, то попробовать не удалось мне. Какие колонки в демо-офисе нам выдали, ну, такого с теми и тестировали. Но по моему опыту прослушивания различных Дали из RATEL, может очень достойная связка получиться. Но это предположение, безоговорочно утверждать сейчас не стану. Но как вариант, попробуйте. Идем дальше, еще один вопрос. Слушаю AudioLab 6000 A-Play, внутренний стример. Будет ли прирост в качестве звука, если к этому усилителю купить AudioLab 7000 N-Play? Или это шило на мыло? Акустика KIF-R300. 16 квадратных метров. В основном блю срок, стримингом не пользуюсь с жесткого диска в роутере. Ну что, отвечаем. Прежде всего, это разные устройства. AudioLab 6000 A-Play это стример-усилитель. А 7000 N-Play только стример. Если полностью апгрейдится до 7000 линейки, то придется приобретать усилитель 7000 A. Дорого. Если добавить новый 7000 стример к имеющемуся аппарату, и использовать тот исключительно как усилитель, ну, тоже получается дорого. В обоих случаях прирост в качестве звука, конечно, будет. Особенно с двумя 7000-ми аппаратами сразу. Но если вы не пользуетесь стриминговыми сервисами, то изрядную часть средств заплатите за воздух. Проще тогда взять усилитель с ЦАПом, работающим с внешними дисками, ну, вроде там, Rotel A12 MK2, и подключить к нему жесткий диск напрямую. А так вот можно ставить все как есть. Вот еще один вопрос. Зритель спрашивает, слушали ли мы плеер CD Denon 1700 NE, и отличается ли он от Audiolab 9000 CDT по звуку. Авторы интересуются, стоит ли ждать 9000 CDT, или обратить внимание на Denon для покупки. Здравствуйте, на этот вопрос я уже отвечал в комментариях, но, возможно, всем будет интересно. У нас тут разные аппараты получаются. Denon DSD 1700 NE – это именно проигрыватель с собственным ЦАПом. Причем он умеет воспроизводить формат Super Audio CD. А Audiolab 9000 CDT – это продвинутый CD-траспорт с очень хорошей системой обработки данных и вывода на внешний ЦАП за счет фирменного упреждающего буфера. И с ним вам понадобится внешний ЦАП, либо предусилитель или усилитель со своим ЦАПом. Это уже вариант для любителей подбирать обработку цифры под личный вкус. Потом ЦАП можно поменять, не трогая источник. Разные концепции. И тут уже кому что нравится. Вот еще вопрос к ролику про корпуса колонок. У электростатов, получается, вообще корпуса нет? Ну, формально – да. Там акустические волны создают сверхтонкая диафрагма, которую разместили между электродами. И внешне колонки напоминают большую полупрозрачную рамку. Правда, с воспроизведением низких частот такая конструкция справляется не очень. Поэтому сюда нередко добавляют динамический излучатель в отдельном корпусе. Ну, практически прям как сабвуфер, очень похоже. Вот еще такой вопрос. А что такое усилки на N-Core? Ну да, мы их упоминали, говоря об усилителях от Tiag. Это аппараты класса D на модулях усиления, которые так и называются N-Core от именитой голландской компании Hypex. И вот как раз у нас на Dzen вышла подробная статья про класс D, подготовленная экспертами и преподавателем. И она рассказывает о достоинствах и компромиссах D-класса, и о технологии N-Core в частности. И в усилителях, причем в Tiag. Прямо проходите по ссылке в описании, и там все очень подробно изложено. Для этого мы, собственно, каналов Dzen, Telegram, ВКонтакте и запустили. Ну что, на сегодня у меня все. Задавайте новые вопросы прямо под этим видео в комментариях, и мы на них постараемся обязательно ответить. Ну, может быть, не на все, потому что на сколько хватит времени, но на большинство и на самые интересные точно. И теперь до новых встреч.